Добрый день, дорогие друзья! Без долгих предисловий, начнем с главного. Откровенное заявление Путина шокировало всех. И это не преувеличение, не попытка вас слишком заинтриговать. Давайте послушаем полный фрагмент без обрезок. Что касается пенсионных вопросов, то это очень чувствительная и болезненная тема. Лучше бы вообще ничего не трогать, как и делали в советское время. Хотя говорили, что надо, но никто так в советское время ничего не сделал. Потом сказали, надо в 90-х, потом сказали, надо начали в 2000-х. И никто ничего не делал. Всё оставили нам. А так, конечно, лучше бы ничего не повышать, а наоборот, понижать бы. Конечно, чего там говорить. Значит, можно ли в разных регионах страны ввести разные правила выхода на пенсию? Это надо, как следует, посчитать. Это надо, вот здесь все сидят, как практически представлена вся страна, руководители законодательных органов всей страны на самом деле. Как это посчитать? Это мы с вами так можем запутаться, сколько человек прожил здесь, сколько там, сколько в Хабаровске, сколько в Владивостоке, а сколько в Орле, сколько в Петербурге. Людей простых надо слушать постоянно и ориентироваться на их мнение. А ответственные решения нужно принимать тем, кому доверено это делать. И нельзя, и нельзя уклоняться от принятия решений и перекладывать на плечи простого человека, сказать, вот вы там сказали, а мы вот так поступили. Или не поступили, потому что преступления, как известно, могут быть совершены действием и бездействием. Простых людей надо слушать постоянно и ориентироваться на их мнение. Я так понимаю, чтобы эффективнее нам, друзья, врать. А ответственные решения нужно принимать тем, кому доверено это делать. Причем доверено, очевидно, не народом, а самим Путиным. И нельзя перекладывать решения на простого человека. Тут у меня, конечно, просится, как я уверен, и у вас, много разных цензурных и нецензурных комментариев напрашивается. Но ярче всего лично мне вспоминается сразу вот это выступление Гермаши Грефа. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения. Но вы знаете, очень много тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. Как только все люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело. Согласитесь, аналогия очевидна. Я подобных заявлений от Путина, настолько откровенных, я бы даже сказал циничных, я не припоминаю. И чтобы не цепляться к мелочам, я сразу обращу ваше внимание на слова. Ответственные решения. Вот Путин их произносит, а что они значат? Что такое ответственные решения? О которых уже говорит четырежды президент. Речь о том, что человек за ошибки или бездействие должен нести ответственность, наказание. А у нас в России это вообще где? Это вообще как? Я лично о таком и не слыхал. И в этом же выступлении, на часок пораньше, давайте посмотрим еще минутку о страшном разорении российских лесов. Собственно, согласен, это почти совсем вопрос, как и что реализовывать. Вот новая редакция лесного кодекса. Ну не знаю, нужна там новая редакция или что там нужно еще усилить в нормативной базе. Но совершенно очевидно, что действующие нормы не позволяют эффективно работать по сохранению лесов. Хищническая вырубка лесов продолжается. И несмотря на все усилия, которые предпринимаются со стороны государства, со стороны общественных организаций, в том числе Общероссийского народного фронта, который действительно работает как на фронте, надо сказать. Вот это тот случай, когда Общероссийский народный фронт работает как на фронте. Угрозы идут, причем угрозы убийцам, угрозы здоровью, семьям. То есть там очень сложная обстановка. И, конечно, я вас прошу внимательно самым образом на это посмотреть и сделать свои предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, в том числе. Это точно совершено. Вам смешно? Мне уже нет. Во-первых, Путин предлагает в ответ на угрозы, насилием и даже убийствами делать что? Нормативную базу совершенствовать? Почему нет волны посадок? Возможно, потому что в этом замешаны чиновники? И откаты идут на самый верх, в том числе людям с погонами и силовых структур, а то и спецслужб. И какую ответственность они понесут за свои действия? Причем тут нормативные акты, это что за бред? Мне кажется, это не вполне адекватно. А дальше еще веселее? Способность принимать порой непростые, но необходимые для страны решения. Правда, и хочу еще раз об этом сказать, и правительству говорю, и администрации президента, и вам хочу повторить. Да, иногда нужно принимать те решения, которые на первый взгляд кажутся непростыми и так называемые, являются непопулярными. Но когда мы людям объясняем, почему мы принимаем те или другие решения, к чему мы стремимся, каких целей мы стараемся достичь, принимая то или иное решение, а все решения должны приниматься в интересах граждан, в среднесрочной или в более отдаленной перспективе. Когда мы разъясняем это людям, тогда совершенно другая обстановка в обществе складывается. Когда люди понимают, что власть не сама по себе существует, в каких-то в облаках витает, а понимают, что происходит, видят перспективы развития экономики, социальной сферы, и действуют в интересах этого развития, в интересах людей, тогда и другое будет отношение избирателей к тем решениям, которые вами принимают. Я прошу вас, разбудите меня. Скажите, что это просто страшный сон. Разубедите, напишите хоть что-то, за что вы можете сказать, да, вот в этом и вот в этом власть мне помогла, она мне заботится. Потому что я не знаю, что сказать на такой вопрос. Лично я уже немного за гранью логики. Я даже мысли не могу допустить, что мост какой-то или школу построили, и на ней кто-то не наворовался. Это ненормально. В нормальной стране люди должны хотя бы в целом доверять своей власти. Я лично вообще не могу сказать, что у меня есть это чувство. Мне не нравится быть таким пессимистом. А что вы думаете, об этом обязательно напишите, и мы идем дальше. Вот эти заявления Путина состоялись на совещании законодателей с президентом. А прямо перед этим законодатели совещались друг с другом, и министры там были с ними, обсуждали все эти вопросы. И там тоже было много всего интересного. И Матвиенко, и Кудрин, и Силуанов, и Володин все отличились. И каждый. Это образец безответственности. Начнем, как говорится, с дам. Коллеги, просто один пример, который меня сегодня с утра привел в состояние бодрости, и заставил еще раз задуматься об эффективности нашей с вами вместе работы. Вот все хорошо. Про нас проекты, соглашения, огромные деньги выделены. Но граждане этого не чувствуют. Сегодня я получил очередное письмо от больного человека онкологии. Не буду называть регион, у которого мейлома, и которому выписали лекарство, которое он должен принимать каждый день. Лекарство, естественно, дорогое, как все онкологические препараты. Полтора месяца в аптеке нет этого лекарства. И что мы будем говорить, как мы будем выполнять послание президента, который поставил задачу, борьба с онкологическими заболеваниями приоритетно должна иметь значение. У меня какая просьба к вам? Все эти электронные мониторинги, все эти бумажные отчеты, забудьте, оставьте. Вот приедете в регион, соберите онкологически больных людей и поговорите с ними. Получают ли они лекарства, которые им положено? Получают ли они своевременно? Это вопросы продолжительной жизни. Вот перейдите на мониторинг через контакты с людьми, через диалог с людьми. Иначе мы забюрократизируемся так, что никто отдачи от этих огромных государственных вливаний, от этих программ бесконечных, никто не почувствует. Внезапно Матвиенко поняла, что ни хрена система не работает. Вы себе представляете, о чем речь? Она фактически признается, что вся статистика, вся отчетность, на которую потрачено столько бюджетных средств, это все не работает, все цифры не отражают реального положения вещей. Они действуют, принимают законы, управляют страной вслепую. Какие можно принимать законы, если не знаешь, что происходит? Кто за это ответит? Никто. Нет лекарств. Другой вопрос, да? Опять же, кто ответит? Никто. Но, конечно, нужно точно совершенно понимать, что происходит в жизни, как отражается на людях. Совершенно очевидная вещь. На словах-то хорошо, но по факту этого нет. Дальше долго слушали Силуанова. Вице-премьер. Вице-премьер, блин, разъяснял, объяснял, что творится с бюджетами регионов. Уровень вал регионального продукта на душу населения отличается между наиболее богатыми и менее экономическими субъектами Российской Федерации 93 раза. Средний душевой уровень доходов населения разрыв в 5 раз. А по объему инвестиций в капитал объем дифференциации составляет 200 раз. То есть, смотрите, он говорит о том, что у нас регионы просто нереально разные по финансам. Где-то густо, где-то пусто. Вместо предложений по конкретному экономическому росту, он лишь говорит о том, откуда куда деньги переложить, чтобы всем стало лучше. То есть, смотрите, в каждом регионе собираются налоги. Потом почти все они уходят в Москву, в федеральный центр. У самих ничего не остается. Маленькое участие они получают в виде дотаций. И Силуанов этому очень рад. До 675 миллиардов рублей в 2019 году. Это позволило увеличить средний уровень бюджетной обеспеченности, без учета 10 наименее и 10 наиболее обеспеченных субъектов Российской Федерации, примерно на 10%. Ну да бог бы с ним. От Силуанова мы большего и не ждали. Всего-то, подумаешь, вице-премьер. Уже даже Володин, который сам по себе тот еще кадр, и тот решил поспорить с этим. Прогноз до 2021 года. Мы с вами принимали бюджеты, в общем-то, показатели, которые определили на трех лет. И второе. Вот когда мы говорим о регионах, что им необходима помощь, это один путь. А есть второй путь. Создать условия для того, чтобы регионы сами решили эту проблему. Принятый ранее закон о консолидированной группе налогоплательщиков, многие регионы перевел в группу дотационную, причем уменьшил бюджетную обеспеченность этих регионов. Но они потеряли так много, что им не компенсировали эти потери. Ведь беда в том, что Москва не получила от принятия этого закона, тоже потеряла. Хотя главные компании находятся в Москве. А Москва потеряла. Регионы потеряли. А вот Астраханская область потеряла практически до половины своей доходной базы. Потому что у них «Газпром» и «Лукойл» – два основных предприятия, которые сейчас, как предприятия консолидированной группы налогоплательщиков, уже им не перечисляют налог на прибыль, а перечисляют, соответственно, главную компанию. Вон она как. Оказывается, проблема в том, что компании-то все либо в Москве, либо в офшорах. И там они платят налоги. И системе этой уже много лет. Я к чему веду-то, друзья? За этот бардак кто-то отвечает? Нет, конечно. Более того, потерпите еще две минутки, и вместе посмеемся с Кудриным. И, конечно, сохранение доходов в субъектах Российской Федерации очень ставит нас в неравном положении. Поэтому нужно искать другой подход. Я придерживаюсь другого решения или предложения, которое уже звучало. Передать страховые взносы за неработающее население в фонды обязательных страхований на федеральный уровень. Может, да и другое решение быть. Специалисты говорят, что давайте определим какую-то величину налога НДС, которая поступает в федеральный бюджет, распределим его по схеме, в определенной степени, по определенной схеме, по формуле между субъектами Российской Федерации. То есть Алексей Леонидович наш Кудрин, который как раз и был одним из тех, кто всю эту позорную грабительскую систему создавал по выкачке денег из регионов, много лет был в правительстве. Он решил, что пора что-то менять. Хорошо об этой ситуации сказал Макаров. Было много сказано хороших слов, было много сказано предложений. Я так понимаю, что многие предложения не приходят в голову, когда человек работает министром финансов. Они обычно приходят потом. Но не место же красить человек. Поэтому, если можно, я покажу сначала реальную картину. Ох и весело же, Кудрин. Ох и хорошо. А знаете почему? Потому что каких бы дров он не наломал в правительстве, никакой ответственности он за свои ответственные решения не понес и не понесет. Народ у нас принимать решения, оказывается, не способен. Это как бы ответ Путина на все эти референдумы, голосования. Никаких референдумов нам не надо. Или они будут по заведомо известным вопросам проводиться, не более того. А власть будет принимать такие решения, за которые, опять же, расплатятся простые люди. Это и есть ответственность на четвертом сроке Путина. А на этом у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространять правду. Жду ваших комментариев. И до встречи уже завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok